ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нет никаких оценок к такому симбиозу. И это ведь странная какая-то тишина и апатия. Ни возмущение, ни призывов на митинги, ни публикации в СМИ, интернете. Хотя сейчас на самом предварительном этапе обсуждения такой возможности, ну, наверное, логичнее всего и легче всего. И было бы попытаться блокировать саму идею. Но в том и фишка, что даже не пытаются. Уж не потому ли к этой истории нет вопросов, что в ней не участвует губернатор Николай Меркушкин ни с какой стороны. И вот это не его инициатива. Не, ну главное, когда госэрокосмос сливались, данные граждане, ну, прям на фекалии зашлись. Да как же так? Да это ничем не обоснованное самодурство главы области. А вот тут тишина и полное отсутствие интереса к теме. Когда кто-то поинтересовался у главного местного антиобъединянта депутата Матвеева на этот счет, что да как там, что тот, мол, думает, Михаил вот как-то совсем лаконично, может даже сказать, робко ответил. Не знаю. Да как же это не знаю? Ты же всегда все знаешь. Или делаешь вид, что знаешь, когда чешешь людям по ушам. Ну, или узнай. У тебя же везде источники есть. Депутат же. Не знаешь? Или вот все-таки не хочешь знать, потому что неинтересно? Да как же может депутат Матвеев спокойно воспринимать факт того, что строяк с кем-то сливают? Притом, какая славная же история у этого вуза, и какие люди вышли из его стен? И нет, не воплей про потерю юрлица, а гордое имя, славные многолетние истории и традиции. Ну, как же так? Что, заказа еще не поступила? Или все же тем неинтересно, поскольку она инициатива самих вузов, и в ней не фигурирует губернатор. А если это не Меркушкина идея, ну, значит, ничего страшного. Можно объединять без шума и пыли, ну, то есть без митингов и протестов. Я и говорю, так вот смешить людей могут только записные клоуны. Что ж вы, ребята, тогда свою контору так палите. Ведь как Матвеевса товарищи надрывали последние месяцы глотки на тему, что нет объединения, спасем Самарскую высшую школу. Митинги истерики в сети, провокации. Прям борьбы с несправедливостью и тиранией. И тут на тебе, как гром среди ясного неба, новость, что строяк и политех сами, сами, вроде надумали объединяться. И сразу в хлам тогда рушится вся кампания по минусовке губернатора на тему филологов с аэрокосмическим уклоном. Ведь если в этой истории власти не принимали никакого участия, ну, значит, и в ректорактах уже прочухали, что реформа вузов — это серьезнее некуда, и амбиции губернатора тут ни при чем. А объединение — единственный способ остаться на оплаву в статусе именно высшего учебного заведения. На этом фоне становится очевидным даже для идиотов, что слияние ГОСа и аэрокосмического — это не неоправданная блажь, оторванного от жизни губернатора, а совсем наоборот продуманная стратегия по сохранению в Самаре именно высшей школы и выводе ее на новый уровень в новых условиях. Значит, губернатор Меркушкин не тиран уже и самодур, а мало того, что в тренде, так еще и пытается быть в числе первых, которым достанется кусок пожирнее в виде бюджетного финансирования. И вот лично мне, выпускнику Политеха, в этом раскладе уже как раз за Политех-то свой родной и обидно. Вот что было тогда мутить и упираться от слияния с аэрокосмосом и ГОСом? То мой ВУЗ был бы частью федерального университета первой категории с соответствующими возможностями, а то вот станет, может быть, частью ВУЗа второй категории. Правда, в этой конфигурации у сам ГТУ, да, понятно, что приоритет будет, но вот что получается, из-за этого только объединяться с ГОСом и аэрокосмосом не хотели. Ведь для Политеха, ну, объективно, было бы выгоднее быть составной частью именно федерального ВУЗа, ну, точнее, внесу поправочку, что выгоднее было бы преподавателям и студентам. Ну, а вот для Политехнического начальства предположу, что выгоднее это как раз другое, самим остаться у руля, пусть и менее рейтингового, значимого и ресурсного, но зато более подконтрольного им ВУЗа. Вот, и сдается мне, что и педагогический коллектив, и студентов кто-то тогда по весне сильно наколол своих личных, ну, вполне возможно, даже что и шкурных интересов.